Всем привет ребята, добро пожаловать на канал Счастливый Кролик! И сегодня у нас маленький гайд, как получить радужную ауру, причем на любом уровне. Да-да ребят, на любом, даже если ты только что попал в третье море, то ты уже можешь пойти и получить прикольную радужную ауру. Так что подписывайся на канал, ставь лайк и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые гайды. Спасибо тебе большое за твои комментарии, ты просто супер! Получить радужный цвет хаки или ауру довольно легко. Надо всего лишь отправиться на остров черепахи и подняться на высокое дерево. Здесь вас будет ожидать рогатый человек, у которого вы должны выполнить цепочку квестов. Суть квестов заключается в том, что вам надо победить некоторых боссов в третьем море. И первый босс, с которым вы столкнетесь, это будет босс Стоун, который находится в портовом городе. Есть маленькие примечания, даже если вы до этого убили этих боссов, вам все равно еще придется раз убить, когда вы возьмете квест урогатого человека. Также если вас убьют или вы выйдете из игры, прогресс квеста сохраняется. То есть зайдя снова в игру, вы будете убивать того босса, на котором остановились. Также было задумано разработчиками, что эту ауру можно получить только достигнув 1950 уровня. Связано это с тем, что последний босс, которого вы должны убить, нарядный пират, находится в специальной локации, куда вы сможете попасть только достигнув 1950 уровня. Но в игре есть баги, и сегодня я их покажу, и вы уже сможете даже на самом минимальном уровне для третьего моря получить радужную ауру. Следующим квестом рогатого человека будет убить императрицу острова. Он тоже говорит, что она им угрожает, и ее надо уничтожить. Теперь нам придется отправиться на остров Гидра и сделать это. Надеюсь, с поиском боссов у тебя не возникнет проблемы. Кстати, если у тебя не работают порталы, значит ты еще не убил Рип Идру. Как только вы убьете императрицу острова, отправляйтесь снова на остров Черепахи к рогатому человеку, чтобы взять новый квест. И следующее задание, которое мы получаем от рогатого человека, это убить адмирала Кило. Наш адмирал находится внутри Великого Дерева, на острове Великое Дерево. Думаю, у вас не составит труда ее уничтожить и отправиться снова к рогатому человеку, чтобы взять следующее задание. Следующий квест будет на уничтожение Капитана Слона. Вот это уже поинтереснее, ведь Капитан Слон довольно-таки сильный и владеет крюками. Чтобы его убить, придется чуть-чуть попыхтеть. Находится Капитан Слон недалеко от рогатого человека на острове Черепахи. Надеюсь, у тебя все получится. Ну и последнее задание в списке рогатого человека, это уничтожить нарядного пирата. Если ты уже достиг 1950 уровня, то тут все просто. Просто спрыгиваешь с дерева, заходишь к нему домой, наказываешь его и получаешь радужную ауру. Но если ты еще не достиг 1950 уровня, здесь чуть-чуть посложней. Тогда повторяй то, что сейчас буду делать я, и ты тоже обязательно получишь радужные хаки. Первым делом отправляемся на остров Гидра. Теперь нам надо найти маленькую комнату с манекеном. Да-да, это тот чувак, которого мы убивая, получаем фрагменты. Теперь прижавшись к самой дальней стенке этой маленькой комнаты, поворачиваемся к ней спиной. Включаем Shift-Lock и играемся камерой. Как только мы увидели, что наша стрелочка оказалась с другой стороны стенки, нажимаем R. Если у тебя не получается с первого раза, не переживай, постой, потренируйся и у тебя обязательно получится. Хочу сказать большое спасибо моему другу из Дискорда, что он научил меня делать это. Как только вы попали в матрицу Роблокса, то есть в текстуры, то отправляйтесь к дереву, которое находится посередине. Это и есть дом нашего нарядного пирата, только с внешней стороны, так сказать. Добравшись до дерева и поигравшись чуть-чуть с камерой Shift-Lock, ты обязательно найдешь, как пробраться внутрь. Принцип тот же самый, что и со стеной. Наводишь камеру, когда она попадает за стенку дерева, нажимаешь R и ты оказываешься внутри. Определенного места, куда надо встать и попробовать эту технику нету, так что пробуй вокруг всего дерева, поиграться с камерой и ты точно найдешь проход, чтобы попасть внутрь. Если у тебя все получилось и ты оказался внутри, супер! Теперь тебе предстоит сразиться с нарядным пиратом. Нарядный пират еще сильнее, чем капитан Слон, так что будьте осторожны. Если у вас не получается его убить, то заходите в наш Дискорд и позовите кого-нибудь, чтобы вам помогли. После победы над всеми боссами, на экране появится сообщение о том, что вы получили титул Последний Герой и цвет Радужная Аура. Поздравляю! Вот так вот легко и просто получить Радужную Ауру. Но если у тебя есть проблемы с боссами, то есть ты маленького уровня и тебе их тяжело победить, то тогда дождись, пока какой-нибудь другой игрок тоже начнет убивать босса. И убивайте его вдвоем, ведь так намного легче. Если ты так же, как и я, задумался, когда получил Радужную Ауру, какие же ауры скрываются под номером 15 и 16, которые мы получаем только за задание, то спешу тебя огорчить. Эти две ауры ты сможешь только получить, когда проходят ивенты в игре Blocks Fruits. Ауру под номером 15 мы сможем получить только в магазине вечеринок, купив ее за 1000 конфетти и ее цвет аквамарин. Аура под номером 16 светло-розового цвета и ее можно купить в магазине валентинок за 1000 сердец. На данный момент в игре невозможно их получить, так как эти ивенты закончились, но надеюсь, что разработчики их устроят еще разок и мы получим эти ауры. Ну а если ты их уже получил, напиши пожалуйста в комментарии, сложно ли было собрать 1000 сердец и 1000 конфетти. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые прикольные видосики. Также забегай на наш дискорд сервер, тут интересно. С вами был счастливый кролик, всем добра, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok